Школьники будут помогать сверстникам и пожилым людям с помощью IT-разработок. Четыре профильные площадки начали работать в Новосибирске. Юным айтишникам предстоит выявить проблему и найти решение. Готовый продукт они представят экспертам на выставке «Технопром-2021». Елена Богатырева подробнее. Зрелые заказчики и юные исполнители. 28 ребят инженерного класса 14-й гимназии готовы предлагать свои решения пожилым горожанам. Самый частый запрос – освоить мобильные приложения, например, чтобы чаще разговаривать с родственниками в других городах. Мы разговаривают, как там говорят по умам-то, по ватсапу, что ли, там лежат. Ну, мы с ней увиделись. Начинаю разговаривать с ЖЭКом или, допустим, с Горводоканалом. Там разные кнопочки надо нажать. Это для меня проблемно оказалось. Помогать семиклассникам решить эту проблему будут наставники. Для пожилого человека освоить тот же ватсап или скайп – это довольно проблематично. Идея решением их, ну, возьмем эту проблему, то это будет одно приложение с минимальным количеством кнопок и с удобным интерфейсом. Несмотря на юный возраст, 13-14 лет, участники опытные. В прошлом году эта команда придумала, как снизить аварийность на дорогах с помощью устройства, которое используют в видеоиграх. Мы ее крепим на машину, и когда хитбокс видит машину или с другим хитбоксом сталкивается, прям очень близко машина тормозит. Если чуть дальше, и авария может быть, ну, не сильная, либо ее можно предотвратить, она предупреждает. В Новосибирске смены для юных айтишников работают еще на трех площадках. Каждая команда ищет способы улучшить жизнь сверстников с особенностями здоровья – ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Школьники могут предложить самые неожиданные решения. У них нет никаких ограничений, нет никаких каких-то стен, границ, которые у нас, взрослых, присутствуют. Они мыслят абсолютно широко, и вот если есть какой-то запрос у человека в центре, они его решают. У них вообще просто абсолютно безграничная фантазия, и они могут придумать абсолютно что угодно. Любая идея может стать готовым продуктом. Для этого ребята оформят презентацию и бизнес-план, и представят их российским и международным экспертам-инвесторам в августе на выставке «Технопром-2021». Елена Богатырева, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.